В эфире информационная программа День города в студии Ирина Ковалева. Здравствуйте! Праздничным партнером нашей программы является компания Фаербах. Огромный ассортимент пиротехники, европейское качество, подарки каждому покупателю. Ракеты, фонтаны, петарды, батареи салютов и хорошее настроение. Все это вы можете приобрести в магазине Фаербах на парковке у ТРЦ Премьер. Ну а сейчас пришло время подвести итоги уходящего дня. О самых важных и ярких событиях вам расскажут корреспонденты телекомпании «Город». И вот некоторые темы сегодняшнего выпуска. Новая улица Рязани. Как она связана с сотрудниками МЧС? Дед Мороз и Снегурочка на посту. Сотрудники ГИБДД превратились в сказочных персонажей. Благоустройство Лыбецкого бульвара продолжается. Вскоре на нем появятся цирковые слоны. В Рязани появилась новая улица. Ее торжественное открытие состоялось 27 декабря. Дата выбрана не случайно. В этот день все спасатели России отмечают свой профессиональный праздник. На месте побывала Анна Герцовская. Вот такой основательный камень заложили сотрудники МЧС. В начале улицы, которую решили назвать в честь Героя Советского Союза, ветерана Великой Отечественной войны и ветерана пожарной охраны. Уроженец Рязанской земли Александр Семенович Полин ушел из жизни в 1974 году в возрасте 57 лет. В Рязанской области он являлся одним из двух героев Советского Союза, которые одновременно были пожарными. Пройдя всю войну, он начал работать в пожарной охране. По инициативе родственников, а также ветеранской организации Главного управления МЧС России по Рязанской области, во главе с Михаилом Скачковым было принято решение назвать улицу в Рязани в его честь. Эта идея пришла еще в 2009 году, когда было желание увековечить память, но бюрократическая машина, я хочу сказать так, она не позволяла это делать. И только уже вот в этом году, со второго захода, с третьего захода, я бы сказал, Михаил Михайлович, мы все-таки пробили, так скажем, некоторых должностных лиц, которые считают, что нет необходимости увековечивать память дедов, прадедов, а тем более такой специальности, как пожарный. По сравнению с другими регионами, Рязанская земля дала стране больше всего героев Советского Союза. Ну а пожарные – это те люди, которые рисковали и продолжают рисковать своими жизнями не только в годы войны. Поэтому увековечить память пожарного, по словам начальника главного управления МЧС, необходимо для нынешнего и будущих поколений, чтобы наши потомки с уважением относились к этой профессии и помнили своих героев. На торжественном открытии новой строящейся улицы, которая теперь носит название «Улица Полина», присутствовала семья героя Советского Союза. Перед собравшимися выступил его внук. Спустя столько лет мы продолжаем помнить о тех страшных днях 41-45. Победа досталась нам достаточно тяжело. Многие не вернулись в то время домой, миллионы людей не вернулись. И я считаю, что каждый, принимая участие, по-своему герой. И укавечив улицу в честь героя Советского Союза Полина Александра Семеновича, я считаю, это достойная награда. В этот день звучали и поздравления в адрес сотрудников МЧС, пожарных, спасателей. Ведь 27 декабря все они празднуют свой профессиональный праздник. Уходящий год отмечен хорошими результатами работы МЧС на территории Рязанской области. 2017-й был посвящен улучшению гражданской обороны во всей стране. Следующий год назван Годом культуры безопасности в МЧС России. Мы также в следующий год будем обращать особое внимание на, в первую очередь, повышение боевой готовности. Улучшать будем технику, ее качественные показатели, профессиональные качества наших спасателей, пожарных. Ну и также будем проводить мероприятия, в первую очередь, в школах, детских садах, то есть с подрастающим поколением. И на производстве. У нас много юбилейных дат в следующем году. И все это мы будем в рамках культуры безопасности и жизнедеятельности проводить. Так что если в этом году в том числе и гражданские люди стали больше знать о сигналах гражданской обороны и действий при чрезвычайных ситуациях, то в следующем году многие могут стать более дисциплинированными в отношении своей безопасности и безопасности окружающих. Таким образом, происшествий на территории России может стать гораздо меньше. Анна Герцовская, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город». В преддверии новогодних праздников сотрудники госавтоинспекции решили сменить привычную форму на праздничные костюмы. Так что автолюбителей волшебным жезлом останавливали Дед Мороз со Снегурочкой. А вот для чего они это делали, знает наш корреспондент. В преддверии Нового года Дед Мороз посещает не только детские елки, но и автодороги Рязанской области. 27 декабря сотрудники ГИБДД в установленном порядке останавливали водителей. И после обычной проверки документов с наступающим Новым годом их поздравлял Дед Мороз, при этом выступая с напутственным словом. В Новом году хотим пожелать безопасных дорог, счастья и удачи. Держите, это вам небольшое письмо от нас. Детям, находящимся в автомобилях, Дед Мороз и Снегурочка дарили светоотражающие браслеты. Кроме того, в письмах с пожеланиями, которые выдавались водителям, сказочные герои большое внимание уделяли безопасности детей на дороге. Полицейский Дед Мороз советует использовать светоотражающие элементы везде, где это возможно. На детских санках, на одежде и на ребенка, чтобы маленького гражданина стало хорошо видно водителям. Поскольку именно в зимний период темное время суток преобладает над светлым. Кроме того, сотрудники ГИБДД в ходе акции «Безопасный Новый год» рекомендуют водителям предельно внимательно отнестись к своей безопасности и здоровью окружающих. Их позицию поддержал и полицейский Дед Мороз. Уважаемые водители, пусть Новый год не будет омрачен таким событием, как дорожно-транспортное происшествие. Всегда будьте аккуратны и соблюдайте правила дорожного движения. Всего хорошего! В Новом году! Сам правил стараюсь не нарушать, поэтому это самое. Когда же, значит, останавливают, ну что могу сказать? Ведут себя корректно. Значит, каких-то таких претензий к ним нет. Вот. Поэтому от всей души также их вместе с вашим каналом поздравляю с наступающим Новым годом. Вот. Пусть у них проблем будет на работе поменьше, а у нас с вами дороги будут спокойные. Остановили и поздравили. Неожиданно. Новый год и праздничные выходные – прекрасное время для отдыха с семьей и друзьями. Чтобы выходные остались в памяти светлым воспоминаниям, всем водителям сотрудники ГИБДД рекомендуют воздержаться от поездок после шумных застолий. Ведь будет целых 10 дней, чтобы отдохнуть и прийти в себя. Всех рязанцев они поздравляют с Новым годом и желают крепкого здоровья и счастья. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Пока сотрудники госавтоинспекции создают автолюбителям праздничное настроение, власти придумали способ обезопасить детей, которые добираются до места учебы на школьных автобусах. Уже в 2018 году у этого вида транспорта появятся мигалки. Автомобили оснастят маячками белого или желтого цвета. Соответствующий документ опубликовали на сайте правительства в среду 27 декабря. Изменения произойдут 1 июля 2018 года. Уже известно, что проблесковые маячки будут включать только при движении автобуса. Среди прочих требований указано, что управлять автобусами, которые перевозят детей, могут водители с открытой категории D и стажем вождения не менее одного года. Новые правила установили в целях минимизации риска возникновения ДТП при организованной перевозке групп детей автобусами. Президент Владимир Путин во время пресс-конференции пообещал россиянам налоговую амнистию. Простить могут долги, которые, как он выразился, не отвечают интересам граждан и бизнеса. В частности, амнистия коснется 42 миллионов россиян, накопивших задолженность по имущественным налогам до 2015 года. Продолжит Валерий Седов. На что точно совершенно нужно обратить внимание уже сегодня и сейчас, это на некоторые налоги, которые достаточно тяжелым временем на граждан и на бизнес ложатся и не отвечают никаким интересам ни самих граждан или бизнеса, ни интересам государства в целом. Ну, вот, наука примут, например, или, скажем, налоговая задолженность, которая возникла на протяжении предыдущих многих лет в силу обстоятельств, которые даже с человеком иногда не связаны, в силу несовершенства нашей налоговой системы. Эти задолженности касаются, дай Богу памяти, где-то 42 миллионов человек. И общий объем этой задолженности – 41 миллиард. Вот, я думаю, что, тоже, может быть, кто-то будет ругаться на меня из моих либеральных оппонентов, но я думаю, что нужно освободить людей от этих выплат. Налоговая амнистия коснется более 1 миллиона предпринимателей. По словам главы комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, всего планируется списать 150 миллиардов рублей налогов. Закон о налоговой амнистии приняли в Государственной Думе на прошлой неделе, 21 декабря. Будет списана задолженность по транспортному земельному налогу, а также налогу на доходы физических лиц, образовавшихся на 1 января 2015 года, и долги по начисленным по ним пеням. Исключением стали лишь три вида долгов индивидуальных предпринимателей – долги по налогам на добычу полезных ископаемых, акцизам и долги с налогов, связанных с транзитом товаров через границу. Под амнистию попадут и те, кто раньше были индивидуальными предпринимателями, и у которых к 1 января 2015 года накопились долги по налогам. По словам главы Комитета по бюджету и налогам, долг списывают не потому, что его нельзя взыскать, а потому, что взыскивать его несправедливо. Это также и посыл, который закладывается в настройку налоговой системы, решение по которой будут принимать в 2018 году. Основанием для списания должны стать просто сведения о сумме задолженности человека из налогового органа или внебюджетного фонда. Участие самого человека, согласно документу, не требуется. Преображение Лыбецкого бульвара началось еще в августе. Замена асфальтобетонного покрытия, снос аварийных деревьев, установка дополнительных светильников, мощение бульвара тротуарной плиткой – это только часть работ, которые были выполнены. Осталось самое главное – украшение бульвара скульптурами. Часть из них уже установлена. О том, что еще появится на Лыбецком бульваре уже в ближайшее время, расскажет Валерий Седов. Сегодня, чтобы дойти до цирка, нужно пройти мимо фигур известного клоуна Олега Попова и медведя на велосипеде. Но между этими скульптурами зияет пустота. Буквально через несколько дней здесь появятся две фигуры цирковых слонов. Пока что они находятся в художественной мастерской у автора скульптур Олега Седова. Высоту они достигают трех метров, и у каждого есть свои цирковые атрибуты. Скульптор поделился, что идей построения композиции было множество, но хотелось сделать что-то необычное. Идея, какая идея? Можно было в любую позу поставить. Просто много было вариантов, и выбрали вот этот вариант. Ну, как более забавный такой, более... Ну, это же не памятник. Нам не надо делать строгие какие-то вещи, да? А он смешно, он держит шарики, тут, ну, этот, жонглирует ими фактически. Один слон практически завершен, а вот над вторым осталось еще чуть-чуть поработать. Начиналось все с маленькой заготовки, которая превратилась в полноценную скульптуру. Олег Седов уточнил, что перед нами именно азиатские слоны. Во время работы над скульптурами он изучил их досконально. Я слепил слонов много мелких, но маленький слон, ты на нем можешь ошибку сделать, никто это не заметит. А когда большой, ну, подойдет дрессировщик и скажет, ну, ты вообще тут, ну, у него по-другому совершенно так устроено. Устроено, это же не нога, это же не человеческое, я же их не вижу в жизни. И вот берешь анатомию и начинаешь изучать, как это все у них устроено. У них это такие потрясающие животные, это просто невозможно. Вот тут у них подушки. Представляете, он ходит вот так вот на пальцах, а тут у него такая подушка, он может мягко выходить, как-нибудь по лесу там, ну, и не шуметь вовсе. Работа над статуями началась еще в сентябре. Первоначально трудилась команда из четырех человек и впоследствии увеличилась до шести. Сейчас осталось совсем немного. Доработать хобот и укрепить мечи. По словам скульптора, такая работа отличается от его обычных произведений. Она веселее, потому что можно сделать, приколоться там, губу как-нибудь отвесить, сделать все что-нибудь. Понимаете, да, то есть это же жизнь такая, поэтому хочется такие нюансы. Вот сейчас покажу. Смотрите. Вот видите, какая у него морда. Он когда делает так, он трубит, да, у него начинается, он же ребенок, у него клыки маленькие. Статую слонов планируют установить на Лыбецком бульваре 28 или 29 декабря. Тогда экспозиция цирковых фигур будет завершена, что станет отличным подарком для жителей города к новогодним праздникам. Валерий Седов, Роман Вихров, телекомпания «Город». О подвигах врачей в средствах массовой информации было рассказано немало. Сложные операции, тяжелые медицинские случаи для работников сферы здравоохранения – это обычное дело. Но кто знал, что они откроются из другой, спортивной страны. Помимо медицинской карьеры, рязанские врачи довольно серьезно увлекаются футболом. И уже в эти новогодние каникулы они примут участие в четвертом чемпионате врачей по мини-футболу. На поле врачи многих специальностей – нейрохирурги, анестезиологи-реаниматологи, педиатры, психиатры, травматологи, врачи функциональной диагностики, отториноларингологи, а также будущие медработники. Сегодня в команде выпускники РязГМУ есть представители практически всех больниц города. Возраст игроков варьируется от 24 до 37 лет. Также в команде есть представители разных национальностей. А началось все очень просто. Раньше кто-то играл за курсы с кем-то, кто-то друг против друга, между курсами были соревнования, кто-то за сборную мединститута. Вот там встречались, общались, а потом, когда все выпустились, ну, надо же продолжать как-то играть. Ну, и мы, собственно, решили создать вот эту команду. А потом, когда узнали про то, что чемпионат России среди врачей проходит, то, конечно же, мы только укомплектовались немножечко и уже создалась команда вот в 2015 году. Молодая команда врачей Рязани уже выступила на двух чемпионатах. Первый проходил в городе Вологда, где они заняли четвертое место. Ко второму команда готовилась усиленно и в результате призовое третье место. Теперь врачи Рязани будут принимать чемпионат в родном городе. Ожидается, что он будет самым масштабным – 12 команд с разных регионов России. Первый раз такой расширенный турнир. Вот, немножко волнуемся, но по организационным моментам все приготовили, всех ждем с нетерпением. Я думаю, будет серьезная борьба. Алексей Буданов работает нейрохирургом в областной клинической больнице. Говорит, коллеги знают об его увлечении и следят за успехами. И на четвертый чемпионат России среди врачей по мини-футболу они пообещали прийти. У нас подготовка идет полным ходом. Тренируемся и с медуниверситетом, и с командами, которые представляют город Рязань. В общем-то, в любой готовности к предстоящему чемпионату. Игра будет проходить в спортивном комплексе «Арена Трон» 4 и 5 января. Прийти на нее и поддержать рязанскую команду медиков может любой желающий. Валерий Седов, Роман Вихров. Телекомпания «Город». Вредные продукты на прилавках магазинов станут заметными. Роспотребнадзор предложил ввести черные метки на слишком соленые, калорийные или содержащие чрезмерное количество сахара товара питания. Роспотребнадзор предложил маркировать вредные продукты. Такая система должна помочь в борьбе с ожирением населения. Ведомство предлагает внедрить систему светофора, при которой красные метки появятся на продуктах с повышенным содержанием жира, соли и сахара. Для продуктов с умеренным уровнем предлагают использовать маркировку желтым цветом. Для продуктов с низким уровнем соли, сахара и жиров – зеленый цвет. Красная метка на продукте не означает, что этот продукт вообще нельзя покупать. Это означает, что это продукт не ежедневного употребления. То есть он может быть на вашем столе в качестве, допустим, какой-то закуски в небольшом количестве, но не должен являться основным продуктом питания. То есть если вы купили, допустим, колбасу, на которой, скорее всего, будет красная маркировка, либо сыр, который также содержит большое количество жира и соли, это не значит, что эти продукты нельзя употреблять. Это значит, что пусть они будут, но в небольшом количестве. Предложение не безосновательно. В России четверть взрослого населения страдает ожирением, а более 35% россиян превышают рекомендуемое ежесуточное потребление соли. Причем около 80% поваренной соли поступает с пищевыми продуктами промышленного изготовления, а не во время самостоятельного приготовления. Черные метки помогут покупателю выбрать для себя менее вредный товар, считают специалисты. Такая практика существует во многих странах мира. Этикетка товаров с цветовой индикацией позволяет потребителю очень быстро сориентироваться в продукте. То же самое с солью. Если у человека гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, значит он должен потреблять соль в ограниченном количестве. ВОЗ рекомендует не больше 5 грамм соли в сутки. То есть, опять же, читая упаковку и видя, что в этом продукте превышено содержание соли, он уже либо не купит этот продукт, либо купит, но ограничится небольшим количеством. И будет уже понимать, что он уже съел свою суточную норму соли. Когда продукты с маркировкой появятся на прилавках, неизвестно. Жаль, что не перед Новым годом. Праздничные застолья зачастую становятся настоящим ударом по здоровью россиян. Алена Куколева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы можете найти на нашем сайте город62.тв. Ну а мы обращаемся с вами до завтра и желаем хорошего продолжения вечера. Жилой комплекс «Рассвет» в Дядьково – это пилотный проект фонда «Центр поддержки предпринимательства Рязанского муниципального района». Сбалансированные планировки одно- и двухкомнатных квартир, высокий уровень строительных и отделочных работ являются неоспоримым преимуществом данного проекта. Хорошая транспортная доступность и развитая инфраструктура в сочетании с тишиной и экологичностью загородной жизни. До конца октября действует акция «Скидка 3000 рублей с квадратного метра на квартиры на пятом этаже». Приезжайте, выбирайте, покупайте, живите, радуйтесь. Внимание, внимание! Сообщаем сводку от Новый год информбюро. Сегодня войска Деда Мороза обнаружили группировку настоящих европейских салютов. Город Рязань, торгово-развлекательный центр, премьер, павильон на парковке. Салюты были окружены и сейчас сдаются на наших условиях. 50% от суммы покупки каждому покупателю в подарок. Успей, будем держать акцию до 27 декабря. Повторяю дислокацию. ТЦ «Премьер», павильон на парковке. Павильон на парковке. Салюты были окружены, салюты были окружены. Салюты надо было новый, как инсталип салют. Успей,當然,ek sympה. Пощай, کے защита.